Привет, друзья! Это Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Важнейшая новость от Генштаба ВСУ сегодня, 29 сентября. Ведомство официально подтвердило ночную атаку по еще одному арсеналу с боеприпасами России в Волгоградской области в населенном пункте Котлубань. И сказала, что на самом деле эта атака была очень и очень успешной, вопреки тому, что российские источники распространяли в своих официальных и неофициальных каналах. Итак, цитирую заявление Генштаба ВСУ. Сегодня ночью было нанесено поражение по складу хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения российских оккупантов возле поселка Котлубань в Волгоградской области. По имеющейся информации, в преддверии удара к этому арсеналу прибыл эшелон с иранскими ракетами. Военный объект имел плотное прикрытие средствами РЭП и ПВО, но наше подразделение успешно выполнили боевое задание. На территории арсенала произошел пожар и начали детонировать боеприпасы. Операцию провели силы беспилотных систем за взаимодействие с подразделениями ССО, ГУР и СБУ. Итак, из этого сообщения следует несколько важных моментов. Первое, это то, что арсенал был подорван. Это, как я уже заметил, расходится с официальными заявлениями российских властей. То, что российские власти ЛГУ, давно понятно, о чем говорит, если они даже по поводу явно расходящихся с их заявлениями картин, говорят, что это обломки, тогда как ядерный гриб, кажется, в том же торопце видели все, причем не один. Но в данном случае и мы с вами не имели достаточных видео и фото подтверждений того, что атака была успешной. Однако я сразу в своем утреннем выпуске предупредил, что не нужно спешить с выводами, лучше дождаться каких-то официальных сообщений от того же украинского военного ведомства. Я не ошибся, когда сказал, что тот факт, что мы не видели вот этот самый очередной ядерный гриб, не означает, что там не было успешного поражения. На самом деле, не все, что не имеет образа ядерного гриба, является фиаско. Вовсе нет. Некоторые боеприпасы детонируют вовсе не как ядерный какой-нибудь арсенал, а условно они могут просто сгорать в горизонтальном плане. То есть, есть некий пожар где-то на горизонте, нету каких бы то ни было особых ярких эффектов, но это не означает, что арсенал не сгорает. Он, находясь достаточно далеко от местных жителей, кроме того, в условиях, когда местным жителям запретили вести съемку, причем под страхом уголовной ответственности, может вполне оказаться непубличным. Вот как это произошло с 23-м арсеналом. Ведь на самом деле по поводу 23-го тоже изначально никто толком ничего не мог сказать. Ясно было, что поражение произошло. Была единственная фотография, которая показывала какую-то вспышку, но ни единой другой фотографии. Ни даже со спутника толком ничего было, поначалу не было понятно. Ни видеозаписи каких бы то, они оттуда не поступали. А склад в итоге, как выяснилось, был уничтожен на 99%. Понятно, что и в данном случае, я имею в виду с арсеналом в Котлубане, возможно, история другая. Возможно, там арсенал не весь уничтожен. Возможно, уничтожены только некоторые склады. Но здесь, и это следующий пункт, который следует разобрать из того, что нам изложил Генштаб ВСУ, это склады с очень важным вооружением. Каким именно? Итак, это ракеты. Вообще тот факт, что сам этот склад является в первую очередь ракетно-артиллерийским, то есть там ракеты, уже о многом говорит. Ракеты — это стратегический ресурс России, и, конечно, класс ракет может быть самый разный. Это могут быть и С-300 или С-400 «Зенитки», это могут быть и те же «Искандеры», это могут быть и те ракеты, которые Россия получает от партнеров, и многое другое. Но это ракеты, которые по определению дороже и важнее, на самом деле, с точки зрения именно стрельбы по дальним тылам, нежели обычные артиллерийские боеприпасы. Прежде всего потому, что ракеты более дорогие, и их намного сложнее производить, особенно в условиях санкций. Поэтому, если происходит поражение именно ракетных складов, то это зачастую даже важнее, чем когда на воздух взлетают те же 82-миллиметровые снаряды для минометов. В данном случае Генштаб ВСУ говорит, что наблюдал детонацию, наблюдал факт уничтожения. Значит, это мы зафиксировали. Так вот, а теперь следующий важный момент. К этому арсеналу накануне подъехал состав с иранскими ракетами. Это чрезвычайно важно, потому что это уже как минимум второй за последнее время случай, когда на соответствующем арсенале уничтожаются, как предполагается, именно иранские баллистические ракеты. Напомним, что в ходе последнего поражения, которое случилось на той неделе, когда мы видели сразу три взлетевших на воздух арсенала, на одном из складов были поражены, опять же, иранские ракеты. Более того, это подтвердили источники кремлевской табакерки, которую, как известно, ведут российские силовики. Так вот, если это будет второй случай, который подтвердят российские источники, то это большая проблема для России. Почему? ВСУ показывают тем самым российскому агрессору, что у него не будет возможности нормально, так как он хочет, свободно, с полным потенциалом применить оружие от партнеров. Дело в том, что Россия очень серьезно полагается, на самом деле, на поставки из Северной Кореи и Ирана. Для нее ракеты и снаряды, которые идут из этих двух террористических стран, являются реальной подмогой. Если бы это было не так, Россия вообще связываться бы с этим даже не стала. Дело в том, что Россия прекрасно понимает, как понимают и в Иране, и в Северной Корее, что каждая такая поставка, если она подтверждается, это, разумеется, удар по всем этим странам. Это ужесточение и без того жестоких санкций, которые мешают тому же Ирану, например, производить, скажем, современные самолеты. Вот это реально отражается на поле боя, когда мы видим, что Иран, на самом деле, ничем не может помочь в современной войне своим хуситам, или своим хезболистам, или хамасовцам. А все потому, что у него старенькие, вот те самые фантомы, которые ничто против. Даже F-16 я уже не говорю про те же самолеты F-35. И даже теперь уже российский Су-35, если они все-таки будут переданы Ирану, не спасут, потому что F-35 рубит Су-35 на лету. Никакого сравнения нет даже. Ну а что говорить еще раз про старый авиационный парк Иран? Это реальное последствие санкций. И, кстати говоря, через 30 лет Россия будет вот примерно в такой же точной точке. Она отстанет от современной западной авиации. Примерно на несколько поколений она уже отстает, собственно говоря. Так вот, именно поэтому для России так важна поддержка Северной Кореи и Ирана. И, возвращаясь к тому, с чего я начал, говоря, что Россия платит цену, я хочу вот что сказать. Дело в том, что российское руководство прекрасно понимает, что такое, когда оно соглашается принимать от Ирана Северной Кореи ракеты. Как я уже заметил, это ужесточение санкций, но, более того, это последствия в виде разрешения Украине, например, как вариант использовать западное дальнобойное вооружение по российским тылам. Вот бучанский мясник Путин сейчас верещит со своей ядерной доктриной, пытаясь запугать Вашингтон, чтобы тот не давал такие разрешения. Ну, вообще говоря, конечно, администрации Джо Байдену нужно было бы прямо или косвенно, через какие-то каналы, послать вот такой сигнал бучанскому мяснику. Ты, тварь ты мерзкая, ты берешь у Северной Кореи и Ирана ракеты и обстреливаешь этими ракетами Киев, мирные города, Запорожье, Харьков, Днепр, уничтожаешь этими ракетами. Выродок, ты еще после этого будешь что-то говорить про то, мы можем или не можем давать наше разрешение? Ты, Выродок, еще после этого будешь угрожать нам передачей ракеты Хуситом? Серьезно? Ну, понятно, что администрация Джо Байдена, это не те люди, которые знают, как говорить с такими гопниками, как Путин. Это знают в Восточной Европе. Но, к сожалению, восточноевропейские страны никак не могут повлиять на Джо Байдена, несмотря на то, что сейчас уже весь мир буквально наседает на американского президента, демонстрирующего просто поразительные способы увиливать от критически необходимых решений. Возможно, конечно, тем не менее, разрешения были даны Киеву, и делается вот это молчание вокруг вот этих разрешений по одной простой причине, чтобы для России вот такие удары стали сюрпризом. Ну, хорошо. Так вот, раз Россия пошла вот на такой шаг, то есть пересекла эту красную линию, и партнеры пересекли эту красную линию в виде передачи своих баллистических дальнобойных ракет российскому режиму для ударов по Украине, Значит, Россия понимала, чем она жертвует, и, соответственно, для нее ценность вот этих ракет куда выше, чем то, что она потеряет. А потерять она может многое. Ну, хотя бы, как я уже сказал, это резкое повышение для нее угрозы по всей 200-километровой зоне от российско-украинской границы вдоль, вглубь России. С этим разобрались. Так вот, отсюда следует, что каждое уничтожение вот такого вот арсенала с северокорейскими и с иранскими ракетами, это очень большая проблема, потому что партнеры России находятся в еще более тяжелом положении, нежели сама Россия с точки зрения санкций. Им еще тяжелее производить такие вот ракеты. И, кроме того, это, конечно, репутационный удар. Ведь в КНДР и в Тагеране, видя, как уничтожаются их ресурсы, которые они передали России для того, чтобы испытать эти ракеты на поле боя, могут задаться вопросом, а насколько вообще надежен их партнер, Россия? Не говоря уже про то, что они просто-напросто теряют возможность провести испытания на поле боя своих террористических орудий. Далее. Следующий момент, о котором я хотел бы сказать здесь, это то, что в генштабе ВСУ заявили о плотности реп и ПВО. Там говорят, что прикрытие было плотным. Вот это интересно. Вообще говоря, прикрытие вроде как всегда плотное. И это так. И, тем не менее, в очередной раз мы видим, как средства поражения ВСУ преодолевают эти ПВО и реп России. Здесь возникает вопрос, а чем били? Я думаю, что на этот раз били исключительно беспилотниками, потому мы и не увидели никаких особых фейерверков. Я думаю, что сегодня все-таки пристреливались, потому что впервые рубят именно вот этот арсенал. Ранее туда не прилетало. Нужно было проверить, прощупать, протестировать. Я думаю, что в следующий раз прилетит баллистика. ГРО, может быть, крылатый ракет, Нептун вместе с дронами. Вот так, как это было в Торопце. А это было-то. И, таким образом, я в очередной раз рекомендую. Друзья, доверяем официальной информации. В первую очередь официальной информации. Во вторую очередь уже каким-то визуальным данным, потому что они не всегда могут сказать нам, что на самом деле произошло. В том числе и потому, что визуальные данные задерживаются, если мы говорим про коммерческие спутники. В том числе и потому, что есть множество нюансов. В том числе такие, как, например, опять же, отсутствие мощных каких-то визуализаций, которые могут обычного наблюдателя, который не является специалистом и не обладает всей картины, вести в заблуждение просто-напросто по поводу результатов. Поэтому, еще раз, я не делал свои поспешные выводы утром. У ВСУ, я уже не говорю про Пентагон, есть широчайшие возможности получения детальнейших спутниковых снимков. Спутниковых снимков, которые никогда в жизни не попадут в публичное пространство. То есть, речь идет не о коммерческих возможностях, речь идет о военных возможностях, о военной возможности спутниковой группировки, которую пользуют Пентагон, ЦРУ, ну и украинские генштабы, как можно понять, они просто несозмеримы с коммерческими спутниками. Там детальность такова, что, скорее всего, можно будет увидеть номер автомобиля. Ну, во всяком случае, если мы говорим про спутниковую группировку, типа Старшилд, которая сейчас активно формируется Соединенными Штатами и которая на несколько поколений, на самом деле, если не навсегда, опередит противников Соединенных Штатов. Штаты дают, я уверен, генштабу ВСУ из этой спутниковой группировки данные, которые запрашиваются. Я, правда, не уверен, дают ли они данные по российской территории. Вполне возможно, что дают. Ну, хотя с администрации Джубайна станется, могут и не давать. Но, как бы то ни было, у генштаба ВСУ есть доступ к военно-спутникам или коммерческим спутникам, которые арендуются Украиной. И в этом плане, конечно, они всегда будут опережать нас, в том числе в мгновенной оценке последствий. Поэтому генштабе ВСУ, конечно, точно скажут, что именно случилось. То есть, заметьте, не мгновенно последовало сообщение от генштаба ВСУ. Оно вышло с некоторой задержкой. То есть, вот в настоящее время, если я смотрю на Facebook публикацию генштаба ВСУ, вот тот текст, который я зачитал от него, это текст, который вышел три часа назад. То есть, около четырех часов по Киеву. Удар был нанесен ночью, около четырех-пяти утра, может быть, даже раньше. То есть, специалисты генштаба имели возможность на протяжении 10-12 часов внимательно отслеживать последствия. Как вы думаете, профессионалы, которые занимаются в украинской разведке изучением последствий, они солгут? Я не думаю, что они солгут. Они ошибутся? Я не думаю, что они ошибутся. То есть, если они говорят, что была детонация, был пожар, соответственно, объект был уничтожен, соответственно, они говорят правду. Никто не будет скрывать успех или неуспех. Если бы успеха не было бы, то и заявления от генштаба ВСУ тоже не было бы. Опять же, тот факт, что это сообщение появилось, свидетельствует о том, что в генштабе прекрасно понимают, коли нету визуальных кадров, которые убедили бы общественность, требуется пока что просто официальное сообщение от генштаба. Потом, через несколько дней, я думаю, комические спутники от Максар многое нам скажут, что именно там взорвалось. Что-то взорвалось. Возможно, даже не на самом арсенале. Возможно, даже, скажем, взорвался состав, железнодорожный состав вот с этими самыми ракетами, которые еще не успели отгрузить. И вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, что я хочу сказать. Это сигнал России. Россия не сможет скрыть подвоз своих боеприпасов к тому или иному арсеналу. А это большая проблема для русских, потому что они понимают, что они беззащитны. И, конечно, для них очень серьезно осложнится сейчас планирование боеприпасной логистики. С одной стороны, конечно, куда они будут тащить эти боеприпасы. Кроме как на такие крупные арсеналы. У них нет возможности резко поменять эту логистику. По многим причинам. В том числе и по бюрократической. Вы представляете, если, собственно, на протяжении всех этих 32 месяцев логистика была такой, если мы говорим именно о стратегических боеприпасных складах. Это вдруг менять ее? А что это значит? Так это значит, нужно на гражданских объектах размещать? А где? Это же нужно договориться. А прежде чем договариваться, это нужно план разработать. А план – это огромная куча бумаг. Это месяцы и месяцы. И я уж не говорю про то, а где вы найдете на самом деле такие вот территории, где можно было бы хранить. Если говорить о лесах, не всякий лес подойдет для этого. Там все-таки нужны какие-то подъездные пути делать. Опять же, что такое подъездный путь? Это же большая работа. Подъездный путь, он не один. Это разветвленная сеть получается. Ну и потом, это же нужно выбрать такую площадку. Площадку, где есть лес. Можно, конечно, без леса. Можно, конечно, прямо на открытом пространстве. Буквально на равнине. Но тогда это будет еще более уязвимо с точки зрения поражающих средств. Кроме того, нужно будет думать, на каком расстоянии эти ящики с боеприпасами друг от друга устанавливать. Потому что, если вы устанавливаете их на открытой местности, да даже и в лесу, то нужно понимать, что вот поставили вы одну, две, три тонны боеприпасов, а рядом, скажем, через 50 метров еще три тонны. Так если взрываются вот эти две тонны, взрываются все остальные, потому что слишком плотно стоят, можно разводить. Минимум 100-200 метров. Но, если так, я посчитал. Это 100 квадратных, буквально, километров для склада масштаба, объема вот как вот под тем же торопцем, скажем, как 107-й арсенал. Это нереально. Это просто, ну, нужно всю Россию превратить в один сплошной арсенал, в этом смысле. И то это, кстати, не гарантирует, что оно не бахнет. Это я минимум посчитал, чтобы между вот этими кучками, каждая из которых составляла бы тонну, было бы по 100 метров. Если 200 метров, ну, соответственно, 200 квадратных километров. Короче говоря, это такие серьезные сложности, что просто не вообразить. А Россия зависит от боеприпасов, потому что она привыкла воевать количеством, а не качеством. Поэтому ей требуется огромное количество боеприпасов, чтобы продолжать войну, вот нынешнюю интенсивность. И уже есть первые последствия. В Курской области российские оккупанты жалуются, что у них там не хватает боеприпасов после уничтожения одного из складов. А именно, как раз вот того 107-го арсенала, это то, о чем я говорила. От 107-го арсенала ехали боеприпасы как раз вот в Курскую область в том числе. А также в Белгородскую. Спасибо аналитику Ока Гора, который просчитал этот момент, заметив, что железнодорожный состав, ну и грузовики, как понятно, вот именно со 107-го из Тверской области ехали на Белгородщину и на Куршину. Вот, собственно, о чем вот сегодняшний удар. И, как мы видим, теперь это становится системой. Это не разовая акция. Мы увидим еще много и много-много вот таких же точно ударов, которые в итоге, даже если не уничтожат все российские арсеналы, заставят россиян нервничать, заставят их быть аккуратнее, заставят, возможно, совершать такие вот подвозы с боеприпасами, скажем так, ну, реже делать их, меньшими порциями, то бишь, подвозить. А меньшие порции, это уже ухудшение логистики. Альтернатива, опять же, оттягивать все эти склады на сотни-сотни километров вглубь России. Но это еще более серьезное ухудшение. Ухудшение с точки зрения, опять же, скорости подвоза. То есть, это означает, что российская армия в Украине, в Курской области, будет получать кратно меньше боеприпасов по сравнению с тем, что она имела раньше. Сегодняшний эпизод в Волгоградской области это просто один из начальных только шажков на длинном пути по вырезанию всех стратегических боеприпасных арсеналов России. Друзья, у нас шикарная новость. Мы закрыли четвертый по счету сбор. На этот раз для команды Константина Мельника, которая теперь сможет закупить оборудование для производства семи, как минимум, важных дронов-охотников, которые будут выполнять две задачи. Охотиться за вражескими беспилотниками-разведчиками и обманывать вражескую систему ПВО. Ну а теперь я рад объявить следующий по счету сбор. На этот раз речь идет о сборе в пользу команды, которой мы уже собирали средства и закупали для них соответствующее оборудование. Речь идет о команде бойца с позывным Кедр из 47-й бригады ВСУ. Его батальон нуждается в 10 единицах дронов типа Мавик. Итак, общая предварительная стоимость 29 730 евро, друзья. Мы бойцы 47-й окремой механизованной бригады потребуем для выполнения боевого завдания Мавик 3Т, Мавик 3Про и Агродрон. Просим всех небайдужих долучиться и хотим высловить окремую подяку для подписчиков канала Слава Украине! Героям слава! Чем быстрее соберем средства, тем быстрее бойцы смогут реализовать свой потенциал. А на фронтах сейчас сущий ад. Я думаю, не нужно никому объяснять, почему бойцам так нужны дроны. Дроны это их глаза. Кто хочет пожертвовать на дроны двух типов Мавик 3Про и Мавик 3Т, вы можете сделать это, переведя средства через всю ту же литовскую благотворительную организацию Хаплон Фоундейшн, ссылки на реквизиты которые я даю в описании к этому видео. Там банковский счет и Paypal счет. Там же найдете и те ресурсы, через которые можете поддержать наш канал. А именно Paypal, Patreon, Bime, Coffey, банковский счет. С реквизитами супер спасибо от YouTube в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Напомню, что наш канал существует в значительной степени благодаря вашей поддержке, поэтому низкий поклон каждому, кто помогает нам. Ну и конечно огромное спасибо тем, кто помогает в ИСУ, ваша помощь спасает жизни. Напомню, что Hoplon Foundation менее чем за три месяца собрала уже более сотни тысяч евро и закрыла уже полностью под ключ. Два сбора с доставкой оборудования на передовую, один сбор закрыт с покупкой оборудования, которое еще нужно доставить. Сейчас только что закрыли четвертый сбор, еще закрывается параллельно пятый, об этом я отдельно скажу в интервью с Жильнесом. Ну и вот это шестой сбор. И все это благодаря вам. Украина побеждает благодаря надежному тылу. Спасибо всем, мира и здоровья и до скорого. Боеприпасных арсеналов России Субтитры создавал DimaTorzok